ребят всем привет добро пожаловать на мой канал как видите я вообще не могу собраться силами не то чтобы силами у меня просто столько дел что и поделиться с вами столько информации сейчас которой я бы хотела поделиться которые я сама гуглила искала и но и в то же время у меня работы много и вот сейчас я в офисе я сама потому что у нас у большинства home office мы поодиночке тут сидим чтобы проблемы друг другу не создавать в основном поэтому я быстро вам сейчас расскажу извините если вдруг вас такой формат не очень устраивает но мне важнее с вами поделиться новостями значит многие у меня в последнее время спрашивали не последние а в принципе у меня есть видео про получение швейцарского паспорта и у меня там несколько человек и постоянно в личку кстати приходит вопросы а что делать украинским меня этот вопрос тоже интересовал и я не помню рассказывала я в прошлый раз или нет или упоминала я вообще в предыдущих видео я на момент подачи документов на швейцарский паспорт я позвонила в посольство украины в швейцарии которая в берне игрую здравствуйте я марина я подаю документы на швейцарский паспорт что мне делать украинским я знаю что украина не признает двойное гражданства они мне говорят оставляйте себе украинский украина действительно не признают военное гражданство но летайте дальше по украинскому в чем проблема я думаю ну ладно Вам-то виднее, как бы. Ну, я, конечно, немножко у меня так поджимала. Так уж сложились обстоятельства, что в Украину, к сожалению, я летаю не так часто, как хотелось бы. У меня заканчивается действие моего заграна украинского. Я, на самом деле, не хотела бы терять свое украинское гражданство. Да, оно мне особо погода не делает, но... Почему я должна от него отказываться? Ну, то есть... Мне было... Мне хотелось просто обновить его. Поехать в Донецк и сделать новый загран я не могу. Вы сами знаете ситуацию. В Киеве его сделать можно, но у меня нет возможности оставаться две недели в Киеве или сколько-то в минимальное время, потому что мне надо будет запрашивать кучу документов, которые сейчас они из Донецка не могут запросить, насколько я знаю. Ну, то есть там куча справок мне объяснили. И очень просто эта ситуация не выйдет. Я решила узнать, сколько... Как это вообще происходит, если подавать документы на обмен загранпаспорта в Бернии. Написала им и говорю, здравствуйте, такая ситуация, что у меня заканчивает действие загранпаспорт, но я не стою официально на ПМЖ в Швейцарии. И могу ли я таким образом поменять паспорт сейчас здесь? Потому что я так поняла из сайта, информации на сайте, что обмен документов можно только для тех украинцев, которые официально на ПМЖ. И я же не на ПМЖ. То есть мне надо становиться на ПМЖ сначала, чтобы поменять паспорт. И если я буду становиться на ПМЖ, надо предоставлять документ, который разрешает вам постоянное место жительства в Швейцарии. То есть в идеале, конечно, бивилигунг, да? Но у меня-то уже паспорт. А Украина не признает войной гражданства. И что делать? Мне тогда скажут, а нет, так не пойдет. Давайте полностью отказывайтесь. То есть выходить, не отказывайтесь, а выходите из гражданства Украины. И тогда полностью там будете зарегистрированы. Мы заберем вас паспорта и все на свете. В общем-то я только из-за этого сомневалась. Я написала им имейл, на что они мне ответили, что чтобы поменять загранпаспорт, на ПМЖ стоять не надо. Уже спасибо. И Украина действительно не признает двойное гражданство. То есть на территории Украины я буду продолжать быть украинкой, пока я официально не выйду из гражданства. Но они меня никаким образом не могут заставить выйти. То есть на территории Швейцарии я швейцарка, на территории Украины я украинка. Как-то так. Поэтому я думаю, что как только откроются все ведомства, потому что до конца февраля из-за локдауна посольство тоже закрыто. Ну, то есть для таких моментов, как обмен паспортов, получение паспортов, надо будет записываться на прием после 1 марта. И, соответственно, подавать документы. То есть вот на данный момент такая ситуация. Я хочу обновить свой загран. Отдавать его пока не хочу. Ну, то есть он мне и не нужен, но в то же время пусть будет. Что тут плохого в двойном гражданстве. Не знаю, почему Украина так категорически против двойного гражданства. Хотя, с одной стороны, они, конечно, объясняют тем, чтобы политики не получали два гражданства. Но кому надо, у тех у всех уже есть. Мы понимаем двойное гражданство. Но я когда-то читала такую точку зрения, что первый президент Украины, он боялся, что многие украинцы получат и украинское, и российское гражданство. А он этого не хотел. Что, мне кажется, звучит как действительно похоже на правду, да? Так, это первое, что, я думаю, было бы полезно знать тем, кто вот украинцы в Швейцарии поживают. Еще один момент. С 8 февраля вдруг кто не слышал, но мне кажется, уже все в шоке. При въезде в Швейцарию вам нужен негативный тест. В Швейцарию вас пустят, вас вообще посадят на самолет, который летит в Швейцарию, только если у вас на руках будет негативный тест. Вот такая вот ситуация. Очень многие швейцарцы ругаются, потому что и так никуда не поехать, там, в Испанию, в ближайшую Италию, Францию. Тяжело, да, сейчас вот ситуация с коронавирусом такая. Но те, кто, например, у кого билеты были уже давно куплены еще до коронавируса, еще что-то, они не могут себе теперь позволить это, потому что для вылета вам нужен тест. А тест в Швейцарии ПЦР стоит минимум 160 франков. Это если его сдавать заранее, вот у нас тут договариваются в лабораториях, если это сдавать прямо в аэропорту, то там все 200 выходят. Именно ПЦР, потому что им нужен именно ПЦР-тест. Быстро не подходит вот эта 20-минутка, он стоит 65 франков, но он не подходит в Швейцарию, чтобы залететь. Нужен именно ПЦР-тест. Вот такие вот новости на данный момент. Надеюсь, что у вас все хорошо, что никто сильно не болеет, если заболел уже. Ну и надеюсь, что когда-то мы это все переживем и будем вспоминать, как страшный сон. И мне даже интересно, что будет написано в учебниках по истории лет через 50. Надеюсь, что я об этом узнаю. Ну, хотя, кто знает, может быть, даже смогу сама прочитать. В общем, всего вам хорошего, до скорых встреч, пока-пока.